Всем привет! Команда Универньюс подготовила специально для тебя порцию самых интересных новостей. Меня зовут Настасья Иванова. Сегодня ты увидишь. Студенты Казанского федерального пообщались с космонавтами в прямом эфире. Йеменский конфликт. Почему молчат СМИ и что стало причиной конфликта? Ожидает ли Земля новый ледниковый период? 17 апреля состоялось заседание ректората КФУ, которое прошло в зале попечительского совета. На повестке дня значилось 4 вопроса, основная масса из которых была связана с приемной кампанией 2018 года в ряде институтов университета. А также привлечения иностранных студентов. Подробности смотри в нашем следующем выпуске, а теперь к остальным новостям. В Казанском федеральном университете прошла лекция, которую провели космонавты с Международной космической станции. Проект не имеет аналогов, а для Казанского университета 17 апреля стало исторической датой. Олег Кашин расскажет подробнее. В Казанском федеральном университете состоялась лекция, которую не прогулял бы ни один студент, ведь другого такого шанса не будет. Урок по географии провели в прямом эфире космонавты с Международной космической станции. Ранее подобных лекций в мире не проводили. Чтобы организовать такой телемост, нужно иметь очень мощное и надежное оборудование. Сейчас мы находимся в самом сердце телеканала Универ-ТВ в Аппаратной. Именно отсюда ведется прямая трансляция не только телемоста, но и каждого выпуска наших новостей. Проект урок географии с орбитальной высоты дал возможность посмотреть на планету по-новому, увидеть Землю из космоса. Участие в телемосте приняли журналисты и школьники Международного детского центра Артек. Этот проект первый в мире, и российская космонавтика может внести очень большой вклад в географическое образование. В дальнейшем мы планируем размещать ее не только на площадках России, но и на площадках других стран, потому что это очень интересно. Такой опыт уникален, но не имеет аналогов в мире. Хотели бы расширить компетенции школьников, повысить эффективность уроков географии и углубить знания школьников, студентов и преподавателей области. Показать, расширить их видение Земли. Стать космонавтом может не каждый, но вот увидеть Землю из космоса теперь можно очень легко. Олег Кашин, Леонард Валитьяров, Универ-Ньюс. С 17 по 18 апреля в Казанском федеральном университете проходит серия семинаров, посвященных вопросам открытого доступа к научной информации. Подробности далее. С 17 апреля в зале попечительского совета Казанского федерального университета стояла серия семинаров, посвященных вопросам открытого доступа к научной информации в рамках проекта «Национальный агрегатор открытых репетиториев российских университетов». НОР – это платформа для визуализации результативности российской университетской науки и предоставления свободного доступа к трудам российских ученых. Первыми участниками проекта стали Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Сибирский федеральный университет. Самое главное, что для нас это позволяет сделать, это, во-первых, все наши работы, которые в открытом доступе выложены, будут использоваться всеми желающими. В ходе встреч руководителей партнера проекта, а также российские и зарубежные эксперты затронут различные аспекты открытой науки. 17 апреля темами для обсуждения стали актуальные проблемы науки и образования, открытые хранилища данных, новую роль университетских библиотек, а также государственные проекты открытого доступа к научной информации. Также семинары о открытой науке пройдут и 18 апреля. В этот день мероприятие пройдет на двух площадках – библиотеке и лицее имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Диана Шилова, Артем Тупичкин, Ленардо Блитяров, Универньюс. О войне на юге Аравийского полуострова пишут и говорят куда реже, чем о войне в Сирии, которая унесла много тысяч жизней и превратила сотню людей в беженцев. Такая же судьба постигла и Южный Йемен, что послужило причиной военного конфликта, пыталась выяснить Аделя Шимилова. Йемен сейчас – очередная горячая точка, в которой переплелись интересы многих людей. Фактически, это Сирия. Отходы конфликта в нем зависят многое за его пределами. На протяжении нескольких лет Йемен является ареной противостояния между властями страны и мятежными формированиями хусистов. В конце ноября 2017 года в столице страны вспыхнул новый конфликт. Что стало истинной причиной политических разногласий, нам помог выяснить научный руководитель Международного координационного центра «Исламика» Виктор Наумкин. Общество так расколото сильно, что там есть и юг-север, хуситы или ансар-улла, движение шиитское, и противостоящая им часть во главе с правительством Гади, которая признает в качестве легитимного мировое сообщество. То есть такой коктейль политических группировок сил с разными программами, но ведущим является, конечно, конфликт между силами, которые возглавляются правительством Гади и той частью армии, которая его поддерживает. Хрупкие договоренности, слабая экономика, давние разногласия, а также слабый контроль власти – все это привело к тому, что Йемен погряз в затяжном вооруженном конфликте. Спрогнозировать мирные инициативы весьма сложно. Была попытка помирить их, собрать в Кувейте, тоже не продолжается пока, но какие-то попытки переговорного процесса в Омане сегодня предпринимаются. И новый спецпредставитель Мартин Гриффитс, англичанин, он имеет свой план, так же, как есть спецпредставитель по Ливии, там другой конфликт, там тоже попытки есть примирить. Но пока хаос, и в Йемене пока свет в конце туннеля не видел, не виден. Как предполагает Виктор Наумкин, гуманитарная катастрофа будет продолжаться еще очень долго. Саудовцы ведут вот эти военные действия, бомбардировки позиций хуситов. Они их обвиняют в том, что их поддерживает Иран. И без какого-то, на мой взгляд, примирительного процесса между Ираном и Саудовской Аравией, я думаю, вряд ли удастся урегулировать и конфликт в Йемене. Вот если пока они не договорятся между собой, по-моему, и не удастся примирить и конфликтующие стороны в самом Йемене. Климатологи из Потсдамского университета обнаружили рекордное ослабление гольф-стрима. Учитывая влияние гольф-стрима на климат, предполагается, что в краткосрочной исторической перспективе возможна климатическая катастрофа, связанная с нарушением течения. О том, стоит ли ждать линейкового периода, расскажет Анна Глазунова. Гольф-стрима Именно благодаря гольф-стриму на севере Атлантики температура на 5-10 градусов выше, чем на аналогичных широтах в Тихом океане или в Южном полушарии. Климатологи из Потсдамского университета в статье, опубликованной в журнале Nature, пишут, что гольф-стрим замедляется, перенося в Северную Америку и Европу все меньше теплой воды и продолжает ослабевать. Статья, которая пишет о том, что ученые обнаружили рекордное ослабление гольф-стрима, она все-таки в основном построена на модельных данных, на расчетах. То есть ученые, которые этим делом занимаются в Германии, они изучали аномалии температуры поверхности океана и по ним видны оценки скоростей этого течения и так далее. Надо понимать, что на течение гольф-стрим влияет множество факторов. На гольф-стрим влияет и сама структура и состояние Северо-Атлантики, степень солености, влияет ветра атмосферные. Между экватором и полюсом контрасты меняются. Когда они в период потепления уменьшаются, то и скорость потоков, в данном случае западно-восточный перенос, они тоже ослабевают. Свои исследования по поводу гольф-стрима активно проводит Институт океанологии имени Шершова Российской Академии Наук. Они показали, что его параметры гольф-стрима меняются, в общем-то, слабо. Согласно прогнозам на 21-е столетие, повышение уровня мирового океана составит примерно полметра или 40 сантиметров и так далее, по причине таяния льдов. Как же будут развиваться события, если гольф-стрим вдруг резко остановится? Не стоит рассматривать сценарий моментального похолодания, как было показано в фильме «Послезавтра», ведь вероятность таких событий крайне мала. Если течение начнет останавливаться, то изменения произойдут не сразу, но это обязательно почувствуют все. Анна Глазунова, Универньюз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова